А ведь это Господь и пробует говорить о молитвах, молитвах Отцу Небесному. 17 глава, первая священническая молитва. Он молится Отцу, как вы с тобой едины, так они да будут едины. Карл Маркс, 15-летний, выпускной вещь, экзамен, пишет на эту тему, вот здесь, в солнечном пятерном. Карл Маркс, у него полное его сочинение было, и там, как он написал, в зале написано. Даже не верится, что это юноша так глубоко вник в это дело. Так, все, оторвайтесь. Второй вопрос. Вы только помните, что я до вас донес, вы донесите дальше. Я сегодня в проповеди немножко коснулся этого. Вышел 7-7 этой темы. Все знают, сколько? Ну, легко понятно. 4 категории, а последняя, последняя, конечно, хорошая. У нас здесь плод, 30, вместо одной семечки 30, 60 и 100 крат. Это у Исака только урожай такой был, сына Абрамова. Запомнили, запомнили. А эти 3-ка? Ну, негодно. Там похитил сатана, там глубоко корня нету, камень, земельки сколько. Ну, а 3-я термия. Ободритесь. А что же делать с этими тремя категориями? Я нигде не считаю. Почему? Я не знаю. Может, до нас не дошло. Многое потеряно. Но 3-я категория негодная. Христос сказал притчу. Ну, ты-то дальше разбирай. Притча, она будет толковаться и толковаться. Первая полностью негодная. А почему ты решил, что негодная? Так а похитил. Могли иметь борьбу. Птицы вот летают, разогнать их. Человеку дальше, чтобы с теми проросло. Вот конкретно. Я захожу в Шамеру. Тюрьма новая, в новом городе. Все там, казахи разные, в Жамбул. Никто ничего не знает. Камера открывается, вновь привезли, там проверили, это не заразно. Тебя толкнули. Все вперед прошли, а там 70 человек. На одну шпонку, на одну койку, 3 человека. Попеременно ложатся. Я только зашел, перекрестился. Мир давным всему! Зашевелились. Не видели демина. На расстоянии между руки едва видно. Один подходит, а что за статья? Я говорю, 190 апреля, что? Мента грохнул. Убил милиционера. Я говорю, нет, у меня перед ней черточка под сзади стоит. Прим. Дальше начинаем рассуждать. Абсолютно неводная аудитория. Я говорю, я шестой раз сижу уже. Шестая ходка. И вот это то, что я говорю, а сатана расхищает. Это первая категория земли. Павел придохой. И у него мозги там проехали, анекдоты. Блуд пять раз женился. Десять раз разбодился. У него ничего не прерывается. Я начинаю с ним беседовать. Это та самая территория, которая захвачена сатаной полностью. И вдруг, на другой день, он становится на молитву. У меня сразу мысль, а почему толкования-то нет? Как эту территорию-то отвоевать-то? Семя пало. Его надо бросить. Но дальше-то не говорится о том, что теперь я должен сложить руки и смотреть, как птицы влюют. Нигде же этого нет. А вот у нас это второй том, третий том и четвертый об этом открытым оком. Люди все разбиваются, допустим, кажется, на двадцать четыре категории. Первая категория. Бога никакого нет. Как с ним беседовать? А здесь как раз та территория. Я начинаю с ним беседовать. И я должен обосновать не на знание это, а на уверенность, что у меня Библия – Слово Божие. А как это уверенность? Где-то я не могу дать и объяснить, но я верю. Я сейчас с одной беру в другую, в Барновскую. Ведет меня начальник политоотдела Ульяновский Владимир Александрович. Как ответствую. Куда же вас поместить-то? То есть указание КГБ дано меня где-то поместить. Я говорю, где не курят? Я тут таких камер не знаю. Но он на суде сейчас. Он один камер. Я туда подсажу. Это мамонтовский рыбак. Главный в Алтайском крае. Север Владимир Митрофанович. Из ничего сделал. Вот эта территория, вот эта куча потеряется. Это на базе, где это козелит. Это он взял. Эту территорию он отнял. Мамонтовского района. Всем квартиры дал. У него швейные прижараторы. Холодильники с Дальнего Востока с рыбой. С Прибалтики. Самая дешевая рыба была. У него все космонавты. Первый секретарь все отдыхали здесь. Я с женой встречался. У меня на Иванове. Борщак, чуть ли двух педерных, каждый день готов. То-другое. Он к замминистру в Москве заходил. Говорит, ногой дверь открывал. А теперь сидит со мной в одной камере. И он все это рассказывает. Какие люди, как к ним подойти. А я учусь. И вот приехал прокурор. А там его увлажают. Там ему дают. Но он говорит, что на охоту сводили. Наверное, балку сводили. Но он говорит, ну у меня звали для того, чтобы я отдохнул или что-то надо. Да я вот с первым секретарь Гривого комитета партии КПС. Сын у меня попался за изнасилование. И вот как ему помочь. Что надо сделать. И прокурор того увлечит. Прокурор сделает. Сделает сейчас. Виновата сама. Ходила, раздевалась. Там нудистом занималась. То есть, а он думает, какую статью теперь переквалифицировать на другое. Спасти этого негодяя. А я сижу и слушаю. Меня в эту камеру и толкнули. А маленькое время прошло. Подсаживает еще одного. Преподаватель второй группы космонавтов. На звездном городке. Лозен Анатолий Максимович. И вот теперь мы будем беседовать. И оба не верующие. Я начинаю отвечать на вопросы. Ну, знаете, бумага все терпит. До другой день. Третий день. Они задают вопросы. А я отвечаю. Они говорят. А что в вашей книжке написано? Про это. Это уже обстановка изменяется. А дальше я на нового вопроса не буду отвечать только в Библии. Люди пришли не ко мне. Другое знание. Знаете, я буду доказывать. Я знаю, как доказывать. Береза себе дать в окно. Я поберешь и тебе докажу, что Бог есть. Сюда посмотрел. Ну, а тут ничего не видать. Только тополь он засох. Я объясню, почему он засыхает. Объясню, что это от Бога. И какое моё счастье в этом. Я у меня не знал, что он засыхает. Воду поднял, а он воды много не терпит, он засыхает. Но тут нужно понять, что они пришли не ко мне, а к Богу. Мне нужно к истине их привязать. Сегодня как раз священник этого не делает. Он отвечает, как говорится, с бухты-барахты. В каждой бухте барахтаться надо. И вот, имея этот опыт, я нахожу ничего. Лучше нет, как знать в Писании и отвечать по Писанию. Расторговывая по святым отцам. Вначале показывают, что таким анахронизмом, такой устарею, что-то обросьте. В это никто не верит. Ты первый поверишь. Я пробыл в скопе. Четыре дня уже будет. И у меня утром, когда я первый стою, в четыре часа на молитве нужно стоить. А подъем в шесть. Я в четыре уже на молитве. Всегда. А вчера ночью мы молились. Я вот такой уголок нашел. Никому не мешается. Пошевелиться не зря. Вот так вот. На уровне бойко. Я вот так молюсь. Больше негде. Отец говорит, сяк, дверь заходить. А этот лежит вот так вот и дует на меня дымом табачим. Надо ставить на 40 сантиметров. Вот арта моего. Вчера, говорит, все человек с вами вместе молились, на коленях стояли. Боже, мы с вами молиться будем. А я их и призывал. Почему не боим Бог? Это Бог делает. И поэтому я рассказываю, ищем 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 ищем. Я объясняю всеми сердцем. И Павлов при дороге. Бесы летят, расхватывают. Ты видел? Сейчас на этих людей с дьяволом. Даже не верится, что-то человек сидит. Тронула. Профессионалы, да. Как он звук поджимает, как говорит. Что ненавидишь? И журналист его спрашивает. Он отвечает. Покаяние. Смирение. Дружба там начинает. Библия. Закон Божий. Это журналисты. Это видно, что это надо подобрать. Был, и действительно, сатана. А кто у вас главный враг? И он странно подмрачал, показывает кулак. Жимает им перстень, у него так вот кулак сжал. Сигал, курил, руку растерк, бросил. То есть Христос главный враг. Моя задача уранить его самое сердце. Как можно больше мне оторвать от Бога. Я только этим могу нанести ему рану. Это дьявол отвечает. У дьявола журналист берет интервью. И дальше. А что вас дальше ждет? Он снова посмотрел. Он придет. Тот, который меня сюда сбросил. И он уничтожит меня. Главное, что ничего нельзя изменить. То есть это уже заряжено. И он знает и говорит это. Самое главное. Вот вам надо посмотреть. Уже через полминуты Ты забываешь, что это артист играет. Это сатана. Если бы Васильевич себя встретил, я бы сказал, что сатана в отпуск пришел. Называется интервью дьявола. Это в ютубе, да? Он говорит, а как это можно вам верить? Вы же говорите, что отец лжи. Он же что, Библию считаешь? Это 8.44. И главное, кто главный мрак? Как ты оказался здесь? Как ты оказался здесь? Я занимал когда-то большую должность в другом государстве. Я провел свою компанию. Их там миллионы были. Но все пошло не так. Я везде все правила нарушил. И вот поэтому я здесь, то есть Бог его сбросил на землю. Он говорит, а сколько вас? Он говорит, вы представить не можете. Это миллионы и миллионы бесов к земле. А вы не знаете этого. Он дает интервью. И дальше еще один вопрос задал. Будущее. Он говорит, ладно, тебе много слишком сказал. Это личный этап. А почему вы здесь выбрали место с трещей в лесу? У меня есть еще один вопрос. А где ты думал? Что в церкви что ли? Нет, нет. Я в церкви. А ты думал, что в церкви все ваши. Это церкви больше половины все мои. Мне не важно, что человек против Бога. Важно, что он истину не понимает, где заходит. Он уже мой. Вот почему так важно ходить на занятия и знать. Он уже мой. И этому мне приходится. А какая самая большая победа? Я добился, чтобы люди верили, что меня нет. Его нет. И поэтому ниоткуда ничего нет. А чего? Ваше желание. Чтобы люди меня признали за Бога мира этого. За Бога. Отвечает вам Писание. Так и написан Бог мира всего. Значит так. Мне пришла мысль. И я эту мысль стал обдумывать во время молитвы. И у меня выходили места Писания, что за самый заброшенный участок Господь обрабатывает. Распочтите на вину. На вину. То есть церкви поднимите. И терния выжигается. И вот эти три дороги, которые терния, это та территория сердец, за которой надо бороться. Понимаешь? И где толкования этого нет. А как бороться? А вот теперь это у меня в четвертом карантиномии, открытым руком, это говорится. Первое, как? Место Писания. 13 и 52 Псалом. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они разобратились, совершили грустные преступления, не делающие добро. Нет ни одного. А другой, второй категории людей, не верят, что Слово Божие от Бога. Ну, Бог есть, ну и что? А кто знает, какие законы? Так Библия, да мало что написано. Вот как к нему отвечать? Такое Слово Божие чисто. Все Писание Бога дружновенное, Деса его святые, Божие человеки, будучи движимым и Духом святым. Ты его цитировал. Прочитай еще раз. Повторите за мной. И уже через 3 дня температура полностью меняется на всей камере. Я когда расспрашивал людей, которые сидели много, как Лепликунят 7 лет, и никогда, нигде даже не слышали, чтобы Бог так явно проявлял свое могущество. Он раздавал сидел в священнике, они вот на этой койке, он лежал в шкурке, там где больничная есть. Вот лежал он, у него изъяли у этого священника, кажется, 300 литров спирта. Спросили, зачем тебе столько спирта, надо очки протирать. Это 300 литров спирта, там уже трактор протереть весь. Это Белово. Захватили там. Вот так. Вторая территория какая? Нету земли. Камень рядом. Просто плавают. Монахи с материка на лодках. Плавают. Полные лодки грузят пешки, чернозем. И засыпают весь остров. И не на 20 сантиметров, а на полметра. Это вообразить нельзя. И самый лучший виноград растет. Кедры. Все растет. Мы не бросили эту землю. Это я беру уже из практики. Это трудолюбивые монахи. Ну, они просто победны. А третье будет тень. А с землем как бороться? Я немножко уже объяснял. Вот эти три категории земли, которые люди отбрасывают. Только хорошая, да, и 30-кратная прибыль. А ты по работе надо делать. И ты увидишь, что она стоит. Это нам кажется, что зашел один камень. А как это разрабатывается? Ну, вот так вот взрывают, рубят терраса. Потом по лестнице опускается следующее. Эта терраса делается только ровно. А земли запускают барьер такой. Водой заливают и висит садят уже. Водя на саду. Я видел это со своими глазами. Мне не верится. Ну, где-то может не ровно. Но вода стоит, если что, ровно. Ровно. Насколько у нас поднялась вода, вот здесь вот, ладер называется, Камагорик у нас, насколько видно по этому краю. Тут, где у нас была баня, деревья в воде. А там поднялась, там никак не видно. Но вот насколько поднялась здесь, уже видно по этому краю. Потому что это вода. У ней кривизна только та, которая на земном шаре есть. То есть, фактически, горизонтально-параллельная линия. И вот, я в этой притче задумал, с моего листа, и понял, главное, это свеять. Предсказал, Иосиф, когда входил совраться в Элипте, будет 7 лет неурожая. И что? Если бы через 7 лет люди не стали сеять, то умерли бы все. У тебя нынче урожай погиб, завтра, после завтрашнего, когда ты его будешь сеять? Ты все равно будешь сеять. Хотя бы сохранить его, где без сохраниться лучше. Я вот это все знаю, когда притча по-другому заговорил. Так это неизмеримое поле работы. А не так, а он не слушает. Я зашел, а он против. Я зашел, у меня обматерил. Ну, и ты по религиозному болоту бродишь. Живи, бери от жизни все, что можешь, поближе, гора пусы, бутылок, и толпа голуба. Я говорю, и все? Больше ничего не будет. А тебя-то посмотри по писанию. Я с ним прямо схватился. Он расслабился. Нет, тебя просто так не возьмешь. Крепкий орешек попался. Давайте остановимся. Подключается, другие запрещенные, что знает-то. А он говорит, нет, это убедительно. Я не согласен, что бога нет. Действительно, комарь и слот. Как оно и у другого бога получится там? Орел, который летает где-то, и вышка. Ну, вот это же и крыльев нету. Как это у нас все разное? И нигде в промежуточных звеньях никаких нигде не найдено. Найдено между человеком, австралопитеком, пятиконтропом. Нигде нету промежуточного. Человек значит скелет человека найден. Пятиконтроп значит пятиконтроп. А это что-то обезьянное. Шимпанзе разное. По другим названиям. Я не начинаю думать. Смотреть. Он меня обозвал, как лошадь мотает, головой паутов отбиваются. Так высокими днями кланяешься на меня. До такого не встречал еще городка. А потом спрашиваешь, что там написано. А потом, вернувшись, разрушил на него все это, рыбокомбинат, и опять он будет рабочим говорить про меня. Он бы, я бы сейчас спросил, идти мне и на работу. Он бы сказал, Игнать Тихон, иди. Дмитрий Тарфанович поднимает предприятие. Людям надо жить. То есть он все время задавал вопрос, и жена его после этого встала, Галина Ивановна. И я это передал. А почему? Практика. Я себе еще не могу не представить, но территорию, на которую я смотрел как наброшенную, оказывается, можно разработать. Терриконы земли вот этой насыпанной. Вот этого, ну, от угля отработка, которая, оказывается, тоже можно работать с ним. А как? Как? Один итальянец придумал дело в кирпичи. Вот и завтра работает. Какие-то табакки сделаны. Кирпич такой, которому нет равных в мире. Нервный завидник взорвать. Ну как? Игнать Тихон, Иларион написал ему письмо, что он мне помог. Такой станок иметь, что бы делать. Никто не нахотел, или не на что присутствовать. Понятно? Я хочу вам дать несколько заданий. У меня пень брошюров, которые прислали. Брошюрки совсем маленькие. Называется «Золотой дом». А чем это? А скинии Божии. Потом снимки везде даются. Никуда не девать. Кто возьмется просчитать и потом сделает доклад? Хотя бы кратко. Только не просчитать. Вот он. Очень хорошая бумага. А тут всего-то 60, сколько страниц? 70 страниц. Кто возьмется? «Золотой дом». Бери. Не пожалеешь. Не знаю. Не возьмешь. Не обещаю. Я так. Просто не прочитаю. Я не говорю когда. Я вот эту хочу. Вот эту вот. Иисус Новинск. Круга Господний. Капстат. Неделя-две. Не забывайте. На этой неделе у нас будут приезжать люди. Так. Возьмешь? Сестра. Очень хорошая. А скинии Божии. Ну. Ну. Чуть вылетели твои щиты. Так. Вот такая самая маленькая брошюрка. Великий Бог называется. Очень хорошая. Кто берет? На, братик. Путь в пустыне. Это все по Библии. По Библии. Кто? Это поможет тебе. И служение левитов. Третья книга Библии. Видишь как? Теперь я отвечаю на вопрос. Если бы ситуация с сарем Давидом была в Новом Завете, умерло ли бы первое дитя от Версалии? Много было, умирали, не умирали. Мы все не знаем. Но согласно жития святых, то, что мы слышим, и отмечать конкретно у Давидов мы не можем. Потому что ситуация касается его. Когда мы считаем 88-й псалом, то Господь обещал, это мой длинный псалом, и говорит, если согрешите, буду бить вас, но милости моей не отниму. И вот теперь этот один из руководящих в одной из всех тебе беседовал. Я говорю, ну ты же белый еще, да, белый еще. Ну как же так уже изменяешь жене? Просто шикарно так живешь. А написано, Господь, я накажу, но милости не отниму. Так это Давиду сказано, Давиду. Какое ты-то отношение имеешь? Давиду-то. То есть я буду грешить, блудить, воровать. Бог мне накажет, но в раю я обязательно буду. Не пойду вот так. Вот это обетование, милости моей не отниму. А ты, посчитай, у нас там написано. Я устал миловать, Господь говорит, 15-6 дней или 9. Так мы не знаем. Но он заветил Давиду, а его и нет в Новом Завете. И загадки такие не надо загадывать. Я про то, что говорит, чего в дипле нет, а то мне рассуждают. То есть мы не имеем права, а что бы было, если вот так. А если бы четвертый день получился на первый день. Бог сказал, Давиду-то будет свет. А среди он только еще по двух создат. Давиду-то свет был. Туманная садармета. Очень просто. Еще не спонаривавшаяся. Не только туманность светящаяся. Определенная. Так? Это насчет четвертого дня, откуда свет взялся. Есть небольшой ролик, видать, старинное время. Учитель, сидит ученик, ну, в лапнях, в рубахе, все. И вот читает Библию. И создал Господь, там, в четвертый день свет. А и добудет свет, и стал свет. Он такой, по фамилии, по имени, отчеству. Мне он говорит, непонятно. Учитель такой, и что тебе непонятно? Скажите мне, как же получился свет, когда Бог создал Солнце Божье? Учитель сам наторопел, потому что по всей видимости не знал. Он такой, как? А вот так. И по щеченному тот улетел. Ну, это не ответ. Это уникально. Так вот именно что? Это ответ. Нет, потому что Божий день, вот мы не знаем, у Бога один день, как тысяча лет. Может, это миллионы лет. Но факт, чтобы свет появился раньше. Ну, Бог создал. А у меня говорят, а может быть, имеется в виду божественное озарение какое? Нет, сотворил. Сотворил свет. А раз сотворил, значит, Бог несотворенный, он лечит. И должен был сотопленят так, как есть. А я не принимаю кузычки, верующие, не обманываю никому. Мы же многое-многое. Вот насос. Сделай сам насос, чтобы он поднимал. Ну, он как тополь, верхушка, последний листок. И вот насос из земли тянет туда сотни. Откуда идут? Зель. Это все из земли идет. А какой насос может качать на такую высоту? Мы там в каждый листик отдельно. О, в великой мудрости. Второй вопрос. Если мы желаем разобраться в плечи, вышел все эти все эти, я пришел к поводу, я должен начать все эти. И меньше всего задумываться о том, вот я бросаю все эти, а куда оно упадет? И теперь кидайте и смотреть, к какой категории относятся, оно проявится дальше. Если будет возможность, ты будешь работать. А что, бросить и сразу в 30 крат, я в общем-то не могу так назвать. Бывает, молекий человек расположен. Потом еще больше спрашивают. Потом приходят в гости. Потом переписка. И вот один из них на Денере к нам приедет принимать крещение. Очень интересный человек. Звать его Вячеслав. Фамилию легко запомнить. Семенов. У нас Семен Сеськов где-то. Учится где-то в университете. Приедет не один, а с женой. И с отцом. И отец обратился. Мои книги были оставлены у Козлова Сергея Георгиевича, парализованного. А мать-то осталась одна, она тоскует, а книги-то лежат. И она говорит, книги-то кто-то бы забрал. И получилось так. Он то ли первый, или как вышел, он я говорю, ты возьми и забери. Тебе книги. Как он получал. Все это заснято. С каким благоговением. Отец. Что отец с ним. И жена заодно. Но чтобы не поехал сюда, теща поднялась против. То есть мать-жены. А, это секта такая. Ну он говорит, а селедина живет не рядом. Поехал с тещей разбираться. Сама лезет за меня. Побеседовалась с тещей, ничего не могла против сказать. Ну, наверное, не секта. Они говорят, ну как же, метрополит служит. Тогда не знаю, так настроили. Я говорю, да ты меньше не говори. Приглашай с собой, а ты не прищай и все. А приходим, и вот он приедет сюда. И у него много вопросов. Он переписку мою с Головиной поддерживал. И вчера он об этом как раз все написал подробно. Готовит вопросы через него в интернете. Мы думали, что приедет отец Владимир. Вот за этим стал он сядь. И вопрос зададут, как ответит отец Владимир. А потом я отвечаю. На каждый вопрос первый отвечает священник, а потом я. Эти вопросы мне прислали. 20 вопросов. Я их не могу трогать, потому что они назначены. Но если ему будет лучше здоровье, то он приедет. То есть они отложили на время. Раз в больнице лежит, и как, ноги больные. Тут я понятно, я соморозился. Сейчас я за вас трямусь. Все. Маленько. Слушайте.